Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обнинск ТВ. Поговорим о событиях города и региона. В студии Георгий Разуваев. Вот о чем мы расскажем сегодня. Сегодня. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров осмотрел выставочный стенд Калужской области на выставке в Екатеринбурге. Для чего нужна перепись населения и в какие сроки она пройдет в этом году? Строительство и ремонт дорог в Обнинске. Какие объекты будут готовы ко дню города? Озеленение и охрана окружающей среды в комментариях специалиста. В детской школе искусств номер один начались масштабные работы по капитальному ремонту. 6 июля в Екатеринбурге делегация Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой принимала участие в работе 11-й международной промышленной выставки Иннопром-2021. Презентация региональных компаний вызвала интерес у министра промышленности России. В рамках деловой программы министр промышленности и торговли России Денис Мантуров познакомился с экспозицией стенда Калужской области. Главе Федерального профильного министерства продемонстрировали образцы продукции, выпускаемые такими компаниями, как ВМК «Инвест», «Экспресс-экофильтр», «Полет-сервис», «Научно-производственный центр технологии минеральных покрытий», «Ранипласт», «Бонус», «СДК». Министры также заинтересовали разработки производственно-инжиниринговой компании «ЛайтМед». Организация занимается созданием систем автоматизированного хранения, используя лин-технологии и являясь элементом индустрии 4.0. Открывается именно та ячейка, в которую мы запросили инструмент. К остальным ячейкам доступа нет. Я осуществляю штучную выдачу изделий. Сам не закроется? Нет, сам не закроется. Руководитель предприятия всегда знает, где у него инструмент, кто взял, что он ценный учет. Это важно очень. Это элемент лин-технологии, да? Это элемент индустрии 4.0, лин-технологии, бережливого производства, качество, организация порядка. То есть здесь очень большой синергетический эффект от внедрения этой тумбочки. Самое главное, что не снижаемый остаток у вас. Не снижаемый остаток всегда есть. Министр поздравил Калужскую область с лидерством в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации. Губернатор поблагодарил министра за эффективное взаимодействие Минпромторга и нашего промышленно-экономического блока. Обсудил перспективы взаимодействия региона и федерального ведомства в различных отраслях экономики и промышленности. Предполагалось, что перепись населения в России пройдет в 2020 году, но из-за ситуации с ковидом мероприятие перенесли на 2021. Планировали провести в апреле, но и это изменилось. Новые рамки с 1 по 31 октября. Для города важно знать точное число проживающих в нем людей. Как неоднократно подчеркивалось, чем больше населения, тем больше шансы получить дополнительное финансирование. Недавно тему переписи затронули на планерке. Предварительные работы по подготовке к проведению самой переписи населения еще в 2019 году. Так, летом прошлого года было проинспектировано все адресное хозяйство города. Были выявлены и заменены пришедшие в негодность или плохо читаемые аншлаги с указанием улицы домов. Хочу обратиться к управляющим компаниям, работающим в городе, с просьбой постоянно контролировать состояние аншлагов, особенно в период проведения самого основного этапа переписи в октябре месяце. Сергей Степанов отметил, что информация о переписи регулярно на сайте администрации обновляется. Любой заинтересованный может ознакомиться. В городе разместят 35 переписных участков, большинство в школах и учреждениях культуры. Сама же перепись будет организована следующим образом. Сотрудники, осуществляющие перепись, одетые в соответствующую форму, с планшетами, будут поквартирно обходить все многоквартирные дома и частные домовладения на территории города. Также можно будет самостоятельно поучаствовать в переписи с использованием функционала портала госуслуг. Возможность проведения переписи в многофункциональных центрах на стадии проработки. Те, кто планирует отсутствовать в обозначенный период, могут обратиться на упомянутые участки, отмечает Сергей Степанов. По данным понедельника, имеется более 100 вакансий тех, кто непосредственно будет осуществлять поквартирный обход. С этими людьми заключается трудовой договор. Зарплата без вычета налогов составит 18 тысяч рублей. Необходимое обучение переписчики пройдут. Желающим предлагают обращаться в Обнинский отдел Калуга-Стата. Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Обнинск-ТВ. В Обнинске за средства, выделяемые по национальным проектам дороги, не только ремонтируются, но и строятся. Например, в Завражье. О том, как продвигается работа, когда планируется завершение, успеют или не успеют ко дню города, смотрите в следующем сюжете. На улице Комсомольской остается завершить пешеходную дорожку, благоустроить обочины. На Королево не отремонтирован тротуар, нет разметки, не проведено благоустройство. На проспекте Маркса нужно нанести разметку, провести в надлежащий вид остановочную площадку. На Блохинцево и Белкинской не хватает только разметки. По улице Шанского выполнен ремонт тротуара на 50%, уложен асфальт на 80%, требуется закончить ремонт тротуара и укладку верхнего слоя асфальта. Выполнено также благоустройство и дорожная разметка осталась. По остальным дорогам сроки завершения 15-16 июля претензионная работа ведется. Глава администрации поручила тщательно контролировать ход работ. Новая дата окончания ремонта очень близко к городскому юбилею. За благоустройством Татьяна Леонова попросила следить особенно внимательно. Строится в Наукограде в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», продолжение проспекта Ленина, а также транспортные пути на улице Славского и бульваре Антоненко. В этом году мы ожидаем завершения всех работ по проспекту Ленина к 15 августа и по бульвару Антоненко и Блице Славского к 30 сентября. В настоящее время очень высокая степень готовности этих объектов. На проспекте Ленина еще нужно провести благоустройство и нанести разметку. По словам Андрея Козлова, к городскому юбилею дорожное полотно готово будет, но этапы документального оформления и наведения порядка вдоль трассы продлятся, как и предполагалось, до августа. На улице Славского необходимо устранять замечания по системе ливневой канализации и проводить работы по защите тепловых сетей. Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Максим Сечко, Обнинск ТВ Об авариях, правонарушениях и происшествиях в нашем городе расскажут журналисты программы «Экстренный выезд». 5 июля в дежурную часть поступил звонок из торгового центра, расположенного на улице Красных Зорь-16. Сотрудники крупного магазина, занимающегося реализацией бытовой и электронной техники, сообщили о выявленной после инвентаризации недостачи денежных средств в размере 20,5 тысяч рублей. В ходе предварительного анализа причины случившегося и записей с камер видеонаблюдения в торговом зале стало понятно, что двое покупателей, мужчина и женщина, тайно сложили в пакеты джойстик для игровой приставки и диски с видеоиграми. Не оплатив приобретение, они покинули магазин. Поскольку лица на камере вполне отчетливо видны, сотрудникам правоохранительных органов будет нетрудно вычислить похитителей. В этот же день в 13.15 дежурная оперативная группа полиции выехала на второе место преступления и вновь в торговый центр, теперь на улице Аксена-18. На первом этаже здесь располагается небольшой магазин с ассортиментом товаров из медицинского золота. Индивидуальный предприниматель обнаружил пропажу изделий с витрины на сумму около 8,5 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двоих молодых людей, которые тайно проникли в это помещение и незаконно присвоили себе серьги, цепочки, кольца и духи. Полиция занялась расследованием данного происшествия. 5 июля в 15.30 был зафиксирован факт еще одной кражи. На этот раз предметом вожделения воров стал автомобильный подъемник. Изначально он находился на территории склада по адресу улицы Кобицинская, 22. Злоумышленники, вскрыв металлическое ограждение данного сооружения, похитили столь необходимую им вещь. Эксперты приступили к изучению всех обстоятельств этого дела. Расследование началось. В 18.30 этого же дня произошло дорожно-транспортное происшествие на кругу и пересечении проспекта Маркса улицы Гагарина. Водители автомобиля Ниссан Кашка и Кио Рио не смогли удачно разъехаться в этом месте, допустив столкновение. Машины получили незначительные повреждения. Тем не менее, на место аварии были вызваны сотрудники ГИБДД, которым предстоит разобраться в случившемся. В администрации Обнинска создана постоянно действующая комиссия по регулированию вопроса, связанного с защитой и воспроизводством зеленых насаждений. Озеленение территории происходит в соответствии с проектами благоустройства и оформлением облика города. Как именно, расскажем в следующем сюжете. Деревья, которые считаются аварийными, приходится удалять. Это в первую очередь связано с возрастом зеленых насаждений и болезнями, которые могут распространяться на соседние растения. К загрязненной городской среде особенно чувствительны хвойные породы. Но прежде чем принять решение о лечении или удалении поврежденного дерева, комиссия изучает вопрос всесторонне, составляются акты, согласно которым и производится вырубка. Кроме того, недопустимым считается, если деревья произрастают в тех местах, где пролегают инженерные коммуникации. Судьба таких насаждений предопределена. При этом на территории города у нас проводятся работы по озеленению. Данные работы у нас как входят в проекты благоустройства, в которых уже изначально озеленение предусмотрено, так и предоставляются посадочные материалы управляющим организациям, которые высаживают данные зеленые насаждения на придомовых территориях. В 2021 году администрации было предоставлено 348 саженцев различных растений. Это ели, березы по запросам управляющих организаций. Деревья были высажены в апреле. В дальнейшем запланирована подобная акция, в которой могут принять участие все желающие жители Обнинска. Это случится в осенний период. Хотелось бы отметить, что в данном году, в честь 65-летия города Обнинска, администрация города смогла предоставить саженцы роз непосредственно школьным учреждениям, детским садам. То есть высажены на территориях были розы бордового цвета. То есть сейчас они уже начинают набирать бутоны. И я думаю, к осени, возможно, к концу лета мы уже увидим эту красоту у нас в городе Обнинске. Жители города нередко обращаются с просьбами удалить то или иное дерево, которое, по их мнению, слишком близко расположено к многоквартирному дому и загораживает вид из окна или угрожает безопасности проживающих. К подобным проблемам подходит с повышенным вниманием. Комиссия выезжает на место, производит визуальный осмотр. И если растение объективно не представляет собой опасности окружающим, рекомендует жильцам принимать коллективное решение о вырубке на совете дома. И только на основании такого заявления определяются дальнейшие действия. Иногда компромиссным решением становится кронирование высокого дерева. Если говорить в целом о создании общего облика молодого и красивого города, комиссия по озеленению рекомендует высаживать декоративные породы растений. Краснолистные клёны, кустарники, цветы – всё в совокупности придают ухоженный современный вид общественным пространствам. Главная задача ответственных сотрудников – грамотный подход к поддержанию зелёных насаждений в прямом смысле в цветущем состоянии. Елена Филина, Дмитрий Глухов и Евгений Соколов, Обнинск ТВ. В детской школе искусств номер один в рамках национального проекта «Культура» начались работы по капитальному ремонту. Здание 1967 года постройки никогда не подвергалось таким масштабным преобразованиям. Какие виды работ запланированы – в репортаже нашего корреспондента. Здание школы искусств в течение учебного года ежедневно принимает более 300 детей. Подрядчики, приступившие к выполнению работ по капитальному ремонту, с особой ответственностью подходят к порученному делу, стараются всё выполнить качественно, работают с опережением графика. Самая сложная задача – полная замена электропроводки во всём помещении. Кроме того, выполняются отделочные работы внутренних общественных пространств – в холлах первого и второго этажей, концертный зал, лестничные пролёты. На днях строители приступят к внешней отделке, будут приведены в порядок элементы на фасаде здания. Межоконные пролёты покрашены, цокольная зона тоже. На кровле будут установлены дополнительные элементы по снегодержанию и козырьки над входами. Планируется проведение работ по обустройству отмостки вокруг здания. При выполнении этих масштабных работ учитываются нюансы, которые помогут сохранить индивидуальность школы искусств. У нас есть исторические моменты у школы важные, есть человеческий фактор. С нашей стороны, например, нашу зону концертную, холл второго этажа, мы планируем сохранить максимально в той, с тем наследием, которое есть. У нас присутствуют витражи в порталах дверных, они сейчас, конечно, не соответствуют требованиям безопасности и всего прочего. Нами ведётся работа, уже заключён договор, есть подрядчики, которые их восстановят в уровне совершенно другом, но с сохранением всей цветовой гаммы, всего конструктива. Витражи будут находиться внутри стеклопакетов. Это безопасно для детей, это сохранит нашу школу всё-таки в том виде, в каком её хотят видеть. В холле первого этажа при монтаже полов постараются сохранить паркет, который был уложен здесь в далёком 67-м году, предварительно, конечно, восстановив его внешний вид. Что ещё важно, при капремонте все слаботочные системы спрячут специальные короба, а на крыше установят молниезащиту, сделав заземление в целях безопасности. Безусловно, пожарной безопасности будет уделено внимание, всё выполнят в соответствии с современными требованиями. По национальному проекту «Культура» из федерального бюджета на капитальный ремонт выделено около 6 миллионов рублей. Дополнительное финансирование обеспечит администрация города Обнинска. Это один из самых дорогостоящих проектов, и мы надеемся, что это поможет школу сделать более комфортной, более удобной для занятий с детьми. Дети, занимающиеся в школе искусств, делают большие успехи в своих творческих начинаниях, и педагоги учреждения культуры постараются в новых условиях создать такую атмосферу, чтобы юные звёздочки первого наукограда находили ещё большее вдохновение для занятия любимым делом. Елена Филина, Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Обнинск ТВ Это всё на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск Онлайн, в Фейсбук, Вконтакте и на страничке в Инстаграм, а также на нашем Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok